715-й гол Овечкина и 2 очка Малкина, шайбы Михеева и Проворова, голы Мальцева и Сергачева. NHL.com.ru в традиционном обзоре рассказывает об игре российских хоккеистов в 10 матчах четверга. Александр Овечкин забил 715-й гол в карьере, поразив ворота Филадельфии после небрежности Ивана Проворова и помог Вашингтону одержать победу. До 6-го места в истории NHL по числу головок, где его ждет Фил Эспозита, капитану Кэпиталс осталось забросить две шайбы. Овечкина признали второй звездой встречи за фирменный напор и бурлящую энергию. Проворов частично искупил вину в третьем периоде, забив свой третий гол в сезоне. Он подключился к атаке и красиво переиграл Илью Самсонова. Для вратаря Кэпиталс, сделавшего 30 сейвов, победа стала четвертой в пяти матчах. А на последней минуте он также впервые в NHL отметился голевой передачей, ассистировав голу Ника Дауда в пустые ворота. Евгений Малкин открыл счет на седьмой минуте поединка с Баффало и продлил результативную серию до шести матчей. Он отличился после блестящей игры Каспери Капанина, с которым выработал завидное взаимопонимание. А в середине второго периода Джина принял участие в победной голевой комбинации и в большинстве заслужил звание первой звезды матча. Рейнджерс, без значившего тренировки Артемия Фанарина, крупно уступили Бостону. У Павла Бучневича прервалась пятиматчевая результативная серия. А вратарь Александр Георгиев попал в черную полосу и снова был заменен по ходу игры после четырех пропущенных шайб с 14 бросков. Илья Сорокин пропустил три гола от Нью-Джерси в третьем периоде, но после сорока минут Айлендерс ввели 4-0, так что этого задела хватило голкиперу, чтобы продлить личную победную серию до пяти встреч. В составе Дейл с четвертой шайбой в НКЛ отметился Михаил Мальцев, все больше заявляющий о себе. У дьяволов в этом сезоне получается не все, но Мальцев одно из светлых пятен. Андрей Свечников сделал две отличные передачи в матче с Нэшевиллом и помог Каролине продлить победную серию до семи матчей. Также 20-летний форвард вернул себе лидерство в споре самых результативных россиян, набрав 22 очко. Малкин отстает на 1 балл, Кирилл Капризов пока на 2. Флорида Сергея Бобровского к пятой минуте третьего периода проигрывала Коламбусу 1-4, но в течение 10 минут забросила три шайбы и следом вырвала победу в овертайме. В самые нужные моменты Бобровский спас и продлил личную победную серию до четырех встреч. Илья Михеев вывел Торонто вперед в третьем периоде матча с Виннипегом, забив свой четвертый гол в чемпионате. В концовке Джетс сравняли счет, но в овертайме Мэйпл Ливс вырвали победу благодаря шикарному голу Остана Мэтьюза, для которого он стал уже 21 в сезоне. Детройт впервые с ноября 2015 года обыграл Тампо в основное время, прервав серию из 19 поражений в 20 матчах. В этом Red Wings помог Владислав Наместников, которому Энтони Манта уступил вправо броска по пустым воротам. Защитник Lightning Михаил Сергачев установил личный рекорд, бросив по воротам целых 9 раз. Одна попытка увенчалась успехом, и гол стал для Сергачева вторым в сезоне. В воротах Тампо сегодня играл Кертис Маккеллини, пропустивший пять шайб с 22 бросков. Антон Кудобин наверняка захочет поскорее забыть матч с Чикаго, в котором за первые два периода по его воротам было нанесено 8 бросков, и сразу четыре оказались результативными. В последние 20 минут в воротах Далласа играл Джей Кеттингер, а голевая засуха Дениса Гурьянова продлилась до 15 матчей. Также в четверг Евгений Кузнецов отметился седьмой передачей в чемпионате, а защитник Монреаля Александр Романов применил шесть силовых приемов в матче с Калгари. Подробнее об игре российских хоккеистов читайте в текстовом обзоре на NHL.com.ru. Спасибо, что были с нами. Я Сергей Демидов. Увидимся!